Всем привет! Вы смотрите на Кухне с Мариаром. Это лето подарило нам богатый урожай ягод и яблок. Если из клубники мы уже наварили варенье, то с яблоками работа в самом разгаре. И сегодня вкусными рецептами с нами поделится кондитер Мария Соколова. Маша, привет! Привет, Лен! Что мы сегодня готовим? Сегодня мы готовим яблочный маршмеллоу и оладьи с яблоком. Все необходимые ингредиенты мы уже нашли в ближайшем магазине Мария Ра. Смотрим, что нам понадобится и начинаем готовить. Для маршмеллоу и оладушек нам понадобится яблоки, яблочный сок, сахар, йогурт, мука пшеничная, сода, желатин, яйцо куриное, вода. Что мы делаем в первую очередь? Для начала, для яблочного маршмеллоу мы с тобой замочим желатин в яблочном соке. Такс. Вот самый обычный желатин. Самый обычный, который есть на месте. Не какой-то там модный листовой. Нет, нет, нет. Здесь у нас 20 граммов. То есть мы взяли вот эту пачку и спокойно с ней пошли до дома, грубо говоря. Все верно. Яблочный сок мы примерно 100 грамм берем. 100 граммов. Всего лишь? Да, прям совсем чуть-чуть, потому что нам достаточно будет вкуса, так как яблочный сок, он, ну, прям, у него максимальный выраженный вкус. Хорошо. Яблочный, яблочный такой. Яблочный сок. На самом деле, если у кого-то дома есть соковыжималка... Да, можно самим выжать из яблок, это будет намного вкуснее и вкус будет намного насыщен. Ароматнее. Вот видим, все пока просто и легко получается. 20 граммов желатина, рассыпухи, да, понимаем, да, вот эти пачка желатин, обычный столовый. И заливаем 100 граммами яблочного сока. С этим понятно. Что делаем дальше? Да, пока у нас будет желатин набухаться, мы займемся оладьями. А, это такая история, чтобы потом не ждать. Конечно. Это лайфхаки такие. Ну, все понятно. Вот у нас для оладьев есть на выбор молоко и йогурт. У нас сегодня он абрикосовый. Чего возьмем все-таки сегодня? Что мы хотим? Мы можем сделать послаще, такой яблочный абрикосовый вкус, либо сделать на малой келье и будет такой у нас. Я беру йогурт. Я сладкий немножко. Хорошо. Рассказывай по ингредиентам, сколько чего нужно. Итак, нам йогурта нужно примерно 250-200 граммов. Хорошо. Здесь у нас 450. То есть мы возьмем половинку. Все, выливаем. А прям аромат останется вот этот вот йогурт? Ох, я не знаю. Я уже всегда на молоке. Поэтому сейчас его не эксперименты. Да, у нас эксперименты. 200 граммов йогурта. Да, затем мы сначала смешиваем все у нас жидкие ингредиенты, поэтому мы берем яйцо, два яйца и вбиваем туда. Два яйца. 200 граммов йогурта, два яйца целиком. Все отлично. Разбиваем. То есть такая история утренняя. То есть если вы устали с утра жарить омлеты, варить сардельки, то вот можно попробовать приготовить как раз яблок сейчас. Ну, у меня у родителей сад, ранеток и каких-то белого налива, и желтого налива, и янтарного налива, чего только нет. То есть можно как раз пустить в ход оладушки. А там еще и компоты, и варенье, и повидло, и вообще. Итак, мы объединили йогурт с яйцами, теперь мы добавляем сахар. А сахара у нас немного. Да, совсем чуть-чуть, но если вы любите послаще, можете добавить побольше сахара. Мы взяли всего три столовых ложки. Договорились. Высыпаем. Теперь мы добавляем соду и муку. Сода вот здесь. Сколько нужно соды? Соды нужно примерно где-то чайную ложечку. А с горочкой или без горочки? Без. Чайную ложку без горки. Да, то есть не у всех есть дома весы, поэтому лучше вот в таких вот пропорциях. Это чтобы они у нас были прям оладушки, такие пышненькие, такие прям прыгучие, да, вот так вот, надо пощупать. Хорошо, перемешали. И теперь мы добавляем муку. Муки нужно добавить примерно на это количество полтора стакана, то есть это где-то 375 граммов. Но в зависимости, то есть мы делаем на йогурт, и йогурт у нас более плотный, поэтому, возможно, нам придется добавить чуть меньше. Поменьше. Хорошо. То есть тут уже нужно будет смотреть в зависимости от того, на чем вы готовите. Так, а мы помаленьку будем всыпать, потому что нужно промышать, не нужны комочки. Ну а теперь в наше тесто в палате нужно добавить для вкуса, для хруста, вкусное наше яблочко. Нам одного? Будет достаточно на такое количество. Не чистим, просто удаляем сердцевинку и режем. Просто, да. То есть, окей, да. Режем на кубике? Да. Все хорошо. Сейчас придет. Яблочко прям очень ароматное, очень хрустящие, прям слюнки бегут, чтобы поскорее все дело испечь, съесть. Кстати, если не оладушки с яблоками, то никто же не отменял версию классического пирога под названием шарлотка. Или пирога цветаевского, там немножко другое тесто, но все же, да, он немножко отличается от шарлотки. Тоже очень-очень вкусный, так что, если есть желание, можно все это делать, поискать, да, в рецептах, в маминых, бабюшкиных тетрадах, либо, понятно, что в интернете. Да, и поготовить. Все, вижу, да, похожи, похожи кубики. Да, все отлично. А, ну, кстати, одно яблочко, кажется, что вроде немного, а начинаешь кромсать, и уже... Иго прям очень много. Уже достаточно, то есть одного будет прям... Да, с головой. У меня все готово. А, давай сразу тогда засыпать. Чтобы покрасивее было, можно, да, взять как раз вот яблочко с красным бочком, чтобы, как потом, и оладушки румяные. У него вкус более сладкий. У зеленого яблочка еще более такой кисленький вкус, и тогда не так сладко будет. Нам надо послаще. Конечно. Мы даже йогурт для этого выбрали. Даже если что, есть сахарная пудра на обвалку зефира, маршмеллоу, можно и в оладьи бахнуть. Ну все, у нас тесто наше готово. Все отлично. Шкварчит. Напоминаю, у нас сегодня оладушки не на молоке, не на кефире, а на йогурте. На йогурте абрикосом. Так что привкус у нас будет такой яблочно-абрикосовый. Вот уже первые четыре бочка уже зажариваются. Внутрь яблочко режем таким, ну не сильно мелким, наверное, мелко-средним кубиком, чтобы потом можно было их похрустеть и почувствовать во рту. Это важно. Первый оладьи у нас уже готовый. Готовый? Так, давай. Первый пошел. Выкладываем. Второй пошел. Да, эти пускай еще немножко дожарятся, но на пустое место мы можем уже налить. Давай. Прям такие прям оладушки, как у бабушки. Да, это бабушкин рецепт даже. Твоей? Да. За рецепт спасибо. Так, едем дальше. Все, отлично, жарим. Снимаем финальную партию. Вот сколько у нас получилось саладушек. Но это еще не все, потому что сегодня мы готовим яблочный маршмеллоу. Тут поинтереснее, повкуснее, потому что раз в жизни каждый из нас точно блинчики или оладушки пек на своей кухне. Есть. Это уходит в музей программы на кухне с Мариарада. Что мы делаем дальше? Далее, теперь нам нужно растопить наш желатин. Что здесь главное, что здесь важное? Самое важное, это чтобы у нас эта масса не закипела, иначе желатин не схватится. То есть, если у вас сильно мощная плита дома, лучше поставить на водяную баню. То есть, положить на желатин, напухший в яблочном соке, в чашечку и поставить на кастрюльку с водой, чтобы он у нас растопился без всяких закипаний. Еще раз, здесь у нас 20 граммов желатина и 100 граммов яблочного сока. Далее желатину набухнуть. После растворяем его, то есть, при температуре с яблочным соком, так, чтобы эта масса не закипела ни при каких обстоятельствах, иначе ее придется замешивать заново. То есть, опять 20 граммов желатина, опять 100 граммов яблочного сока. Все, вот у нас масса растопилась. Что мы делаем дальше? Теперь мы ее перекладываем в миксер и ставим взбиваться. Хорошо. Поехали. Переливаем. То есть, здесь нам понадобится в миксер. Да, можно ручным воспользоваться, но это долго, поэтому мы ленивые люди. Все, мы ставим взбиваться на невысокую скорость. У нас есть еще целая миска сахара. У нас есть глюкозный сироп. Где его можно добыть? Его можно купить в любом кондитерском магазине, в Мир Кондитера. Есть в Весне магазин, то есть, там они продаются. Вот эту вот штучку, недорогая? Нет. Не помню стоимость, но в пределах 50 рублей. 50 рублей баночка. Все. Можно заменить инвертным сиропом, сварить его самому дома. Да, теперь, пока у нас взбивается наша масса, мы должны сделать, приготовить сахарный сироп. Для этого мы берем сахар. У нас, кстати, вот здесь только греется комфорт, поможем на нее, да, кстати? Лучше сначала оттекнуть. А, хорошо. Мы всыпаем сахар. Сколько здесь? Здесь у нас 270 грамм. Хорошо. Затем мы перекладываем туда наш глюкозный сироп. Тут 170 грамм. Ой, какое волшебство здесь кулинарное. Ням. А это же тоже сладкая штука? Это очень сладкая штука, конечно. И нам нужна вода. Сколько воды? Да, обычная вода. Воды нужно 200 грамм. Здесь у нас 0 край, да? Да. И заливаем. Теперь мы это все ставим на огонь и доводим до кипения до 110 градусов. Это вот активная фаза кипения. Я вам покажу, как она выглядит. Если нет дома термометра, невозможно обрезанить. Вот эта история кипеть может и должна. В отличие от желатина с яблочным соком. Поехали. То есть, если вода у нас кипит при 100 градусах, то глюкозный сироп с сахаром и с водой может закипеть и просто при 110. Да. Вот уроки химии у нас пошли здесь. Он начинает кипеть при 100, но затем он начинает увариваться. И чем выше температура, тем больше он уваривается. При 110 это самая активная фаза кипения будет. Будут большие такие пузыри. Я вам сейчас все покажу, как это выглядит. Ученики заняли свои места. Мы готовы наслаждаться уроками химии у нас здесь на кухне. Пузырилась? Да. Это вот примерно сейчас где-то 100-103 градуса. Здесь еще чуть-чуть. Сейчас увидите, будет много-много мелких пузырков. И пена. И пена, да. И он поднимается. Все верно. Как молочная манная каша. И сейчас это все опустится. И как раз будет нужная необходимая нам температура сиропа. Опустилась. И только после этого мы можем заливать по чуть-чуть в желатин с соком. Да. Все. Вот сейчас у нас достаточная температура. Мы берем и тонкой струйкой, чтобы у нас сироп остывал, пока вливается. Тоненько и тоненько. Прям вот тонюсенько. Чтобы не сварить желатин с соком, который уже 8 минут перебивается в нашу дежу, в нашу чашу миксера. Все, внимание туда. Все, теперь мы ждем, когда это масло у нас забьется в белую пышную миксеру. А сколько это нужно подождать? В зависимости от того, какая мощность миксера, от 10 минут. Засекаем время. Ждем и делимся результатом. Оставайтесь с нами. Ну, что там у нас? Наша масса уже готова. Все получилось. Все получилось. То есть с обычным желатином. Она такая вот густая. У нас остается, если посмотреть, то у нас остается от венчика слитые. Это и те. Клади его сюда. И теперь мы подготовили уже кольцо сразу. Здесь у нас фольга. Можно в пищевую пленку. Можно перелить в чашечку, как угодно. Обычную чашку можно в домашних условиях залить. Ты сейчас расскажешь, что делать-то потом дальше. И мы теперь переливаем все. А эта масса еще горячая? Да, конечно. У нас же все накрывалось. И сироп, и желатин. И вот сколько это должно стоять дома, пока не зафиксируется? Ну, примерно около 12 часов. То есть лучше в ночь приготовить, чтобы ночь зафиксировалась. И утром как раз тогда. Уже себя радовать. Да, конечно. В холодильник убирать не надо. Нет, не обязательно. Мы оставляем при комнатной температуре. Самое главное, чтобы была невысокая влажность и не попадали солнечные лучи. Поэтому ночь в самое оптимальное время. В ночь готовить. У нас есть дублер, потому что 12 часов, да, мы понимаем, не выждем. Но вот эта консистенция идеальна. Допустим, те домохозяйки наши, девочки, которые будут готовить дома. Вот. Да. Вот так это должно выглядеть. Все вот так. Это мы убираем назад. Завтра мы проверим, что у нас получилось. А к нам возвращаем. Ну, считай, ничего не изменилось. Ну, да. Только он схватился. Да. Вот мы говорили про пищевую пленку. Вот ее поднишли и укладывали. А еще для удобства можно использовать пленку отстатную. Тоже можно купить в любом магазине в кондитерском. Окей. Что мы делаем дальше? Как нам получить эти самые изи-филинки? Мы просто режем ножом на кубики. Да? Это же маршмайл. А вдруг там какой-нибудь подвох? Сейчас буду мне и спрашиваю. Теперь мы просто... Вот, нужна уже сахарная пудра. А, угу. Сверху немножко посыпь, чтобы у нас не прилипало к кубике. Нужно немножечко. Вот такая. Кумочек на всю ночь. Угу. Все, затянем. Такая, знаете, хирургическая работа. Пинцет, зажим, ватку, сахарную пудру. Пищевую пленку, кстати, мы предварительно смазали немножко растительным маслом, чтобы она легче отходила. Вот еще один секретик. То же самое, если нет пищевой пленки, а есть фольга. Фольгу смазываем небольшим количеством растительного масла. Какой пудинг, батюшки, Свет. Просто режем это на кубики. Да, это то, что обычно жарят на палочке в американских фильмах над костром. Да, очень похоже. А давай вот сюда вот так вот я сыпану. Хорошо. И будем здесь уже. Давай ты режь, а я буду обваливать. Давай. Здесь у нас, давай еще разочек по ингредиентам, по составу. Что здесь? Здесь у нас идет желатин 20 грамм и яблочный сок 100 грамм. Мы поставили набухать желатин в яблочном соке. Затем мы его растопили и поставили взбиваться. И в этот момент сделали, приготовили сахарный сироп, где у нас идет сахар 270 грамм, вода обычная питьевая 200 грамм и глюкозный сироп, который можно купить в любом кондитерском магазине, 170 грамм. Мы нагрели этот сироп до 110 градусов и тоненько сруйта влили в наш взбивающийся желатин с соком. Так говорили. Видимо, вот все делали вот на месте, все получается. Из самых простых и понятных ингредиентов можно получить просто вот этого зефирного человечка из Охотников за привидениями. Потому что это вот та самая такая трясущаяся, воздушная и очень вкусная масса. Мы сейчас, кстати, проверим на яблочный вкус. Кстати, что там у нас по яблочному соку и по яблочному аромату? Нет, чего еще? Аромат очень, да, аромат нам. Так-с, давай-ка еще вот эти кусочки нам сюда, на обвалку. Так-с, прекрасно. У нас все готово. Моя любимая часть – дегустация. Ну, понятно, что оладушки-то я пробовала, знаете ли, в прошлой жизни, а вот такие домашние маршмеллки, наверное, ни разу. Ну-ка. Это божественно. Удивить домашних – это очень вкусно. И, кстати, главное, знаешь что? Много не съешь. Да, конечно, это очень сладко. Потому что это сладко, прикуску с чаем прекрасно, в этой тарелке на большую-большую компанию. А самое главное, что это один из полезных сладостей, если можно назвать сладостей полезными. Здесь нет смеси жиров, углепотов. Никакого пальмового масла. Да, здесь только углепотов. Консервантов никаких тебе. Ничего. Ни одного ей-ё-ю-я. Так что дома, на домашнем яблочном пюре, потому что яблок сейчас, ну, очень много, готовьте полезный вкусный зефир маршмеллки. Да. Не это, так пеките оладушки. Подробные рецепты буквально через несколько секунд. Ну, а на сегодня все. Всем желаем отличного дня, приятного аппетита. Пока-пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok